Продолжение следует... Продолжение следует... С кореянкой это может привести к хорошему высокому результату. Конечно, Ли Санхва потрясающий спринтер. А немножко затормозила Оля и напрямую много проиграла. 37.52. Оля, тем не менее, 37.52. Да, казалось бы, много проиграла Оля. Это рекорд России новый. И личный рекорд. И так кажется, что много проиграла просто потому, что Ли Санхва устанавливает мировой рекорд. 36.74. Вдумайтесь сами. В начале сезона Ли Санхва бьет мировой рекорд. На 0.06 секунды превосходя собственные достижения. Какой же потенциал у этой девушки? И какую же скорость она может развивать в итоге, если на первом же старте сезона бежит она 36.74. Это, конечно, немножечко напоминает Катриону Лемейдуан в свое время. 15 лет назад, когда в 98 году она начала с побития мировых рекордов, еще до Олимпиады успела пару раз их улучшить. Ну и затем стала олимпийской чемпионкой. Ну вот Ли Санхва принимает поздравления с мировым рекордом. Ну а мы Ольгу Фаткулину поздравляем и с новым личным, и с рекордом России. На 0.03 побила Ольга Фаткулина результат Светланы Журовой. 37.52, но вот сегодня этого снова хватило только лишь для шестого места. Как и накануне, Ольга, была шестой Хизер, так же, как и накануне пятая. Ну и тройка призеров та же самая. Ли Санхва Ени Вольф Бейсин Ван. И накануне четвертая была Нао Кадайра. Теперь ее место заняла Маргат Бойер. Вот в первой шестерке по сравнению с днем вчерашним лишь одно только изменение. 38.33 Юлия Литейкина. Это, конечно, не самый лучший результат, но пробеги она вот как накануне.